Приветствуем вас с солнечного Таиланда и сегодня мы хотели бы поделиться с вами нашим увлекательным путешествием на Шри-Ланку. Полет из Таиланда занимает всего лишь 3,5 часа. Так как мы прилетели ночью, то отправились изучать эту страну ранним утром. Часть острова, по которой пройдет наш маршрут, отличается от побережья прохладным климатом, перепадами высот и сочными зелеными пейзажами. Колумба, где мы изначально и остановились, это самый крупный город Шри-Ланки. В основном Колумба используют как перевалочный пункт, чтобы добраться в другие части острова. Изначально мы решили посмотреть первую достопримечательность – храм Амбулу-Вава. И это небольшой религиозный комплекс, расположенный на вершине скалы, в 85 километрах от Колумба и в 25 километрах от Канди. Храм Амбулу-Вава – это религиозный комплекс, которым представлены 4 религии – буддизм, индуизм, христианство и ислам. Путь пролегает по асфальтированной дороге с довольно крутым подъемом и возможен как пешком на своей машине или байке, или на тук-туке. Комплекс, расположенный на горе, венчает необычную спиралевидную башню высотой 48 метров, с которой открывается захватывающий панорамный вид на окрестности. Вход на территорию комплекса платный. Входной билет – 300 рупий. Вы только посмотрите, какой потрясающий вид с этого места. Просто дух захватывает. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И проходит все так же весело. Дни празднования Нового года являются официальными выходными днями в стране. И в нетуристических районах это особенно заметно. Туристические районы, конечно же, особо так не касается. Время проведения новогоднего фестиваля на Шри-Ланке совпадает по датам с периодом празднования Нового года во многих странах Юго-Восточной Азии, таких как Индия, Таиланд, Непал, Камбоджа, Лаос, Бирма и другие. Современные празднования проводят масштабно, особенно в крупных городах. Далее мы поедем к следующей достопримечательности – к малому пику Адама. И недалеко от него по пути решили посмотреть девятиарочный мост. Даже если вы не были на Шри-Ланке, то я думаю, вы наверняка видели фотографии с очень известным девятиарочным мостом. В живую он впечатляет не меньше. Масштаб, необычная конструкция. Сам мост был построен в колониальный период в 1921 году. Полностью из кирпича, камня и цемента, без использования металла и бетона. И стал для Шри-Ланки настоящим инженерным чудом того времени. Он до сих пор используется, и все поезда в сторону Бадуллы проходят по нему. Бадуллы проходят по нему. Бадуллы проходят по нему. Совсем рядом находится следующая достопримечательность – это малый пик Адама. Он намного ниже своего старшего брата, большого пика Адама, но местные жители считают, что внешне две эти горы очень похожи, за что и дали им такие названия. Живописная природа ничем не уступает большому пикам. Подъем проходит через чайные плантации. Высота малого пика Адама – 1141 метр. Сверху видно все – и Элла-рок, и серпантин дорог, и плантации, и чарующая зелень соседних холмов. Поднявшись, мы были обескуражены красотой природы, окружающей нас. В этом удивительном месте, между зелеными холмами и в прямом смысле касаясь облаков, можно провести весь день, соединившись с природой, наслаждаясь тишиной и покоем. Далее мы поехали уже в более туристическую часть. У Наватона – это один из самых популярных пляжей Шри-Ланки, если не самый популярный. Часто в интернете можно встретить описание чудесного пляжа «Джангл Бич» в Унаватоне – практически идеально подходящего для отдыха на берегу океана, и в том числе для купания с детьми. Идиллия достигает за счет того, что волн в течение там сезонного времени практически нет. Малого пика Адама Малого пика Адама Девятиарочного моста, а также храма мы погрузились в атмосферу пляжного отдыха, и далее мы решили поехать и исследовать Форт Галли – крупнейшую крепость в Азии. Форт Галли является одной из пяти исторических достопримечательностей в Шри-Ланке, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому это просто обязательное место для посещения, особенно если вы отдыхаете на южных пляжах. Продолжение следует... Форт Галли – это самая большая крепость в Азии, построенная европейцами. Именно голландцы построили здесь форт, который так и назвали – Форт Галли. На его территории был воздвинут целый город с церквями и жилыми административными строениями. Многим зданиям, естественно, были даны голландские названия, а вот главные ворота северокрепости, такими как они дошли до нас, были построены уже англичанами к 1873 году. В течение почти 200 лет после этого крепость являлась главным портом в Шри-Ланке. Она служила местом остановки кораблей, следовавших из Европы в Азию. Ну а завершается наше путешествие на пляже Хикадува. Хикадува – популярный пляжный городок на юго-западном побережье Шри-Ланки, протяженностью более 5 километров. Здесь любят останавливаться зимовщики, серферы, семья с детьми. Хикадува по праву называют русской деревней, так как русскоязычных туристов сезон тут на улицах встречается, пожалуй, даже чаще, чем местные. Здесь можно купаться, видит волны. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Спасибо вам за просмотр! Для того, чтобы не пропустить новые видео на нашем канале, подписывайтесь и ставьте лайки! И, конечно же, до новых встреч в солнечном Таиланде!